Пять коней, домашняя утварь, деревянный саркофаг. В таком виде 30 лет назад во время раскопок кургана на плато Укок под толстым слоем льда археологи обнаружили мумию молодой девушки. Впоследствии ее прозвали принцесса Укока. Она пролежала в алтайской земле две с половиной тысячи лет. Сегодня мумия главный экспонат республиканского музея в Горноалтайске. Ее показывают по определенным дням. Во время нашего визита заглянуть в саркофаг не получилось. Укокская принцесса на обработке. Обрабатываются специальными растворами, точно такими же, как и обрабатываются тела других мумий в мире, в частности Владимира Ильича Ленина. В саркофаге установлено специальное оборудование, климат-контроль. Сколько еще будет храниться времени? Есть какой-то предел? Предела времени нет. Даже если начнется ядерная война, мы ее спасем. Местные жители считают принцессу Укока своей прародительницей и покровительницей, защищающей их от зла. Научные сотрудники называют принцессу Укока наша женщина. С ней связано множество поверий. Например, то, что коронавирус обрушился на Алтайскую землю в самую последнюю очередь одной из них. Алтайцы уверены, что именно их женщина защитила их. Арахтойские мраморы. Он вообще в годы, когда существовал Советский Союз, то тогда с Арахтойского храмор, мрамор отсюда увезли и облицовали станцию Таганская. Это вот в Москве. Камни полезный, ископаемый древний человек, его культура и обычаи. Знаменитые полотна алтайских художников, палеонтологические коллекции, фонд Национального музея имени Анохина, насчитывает десятки тысяч уникальных экспонатов. Самые уникальные – это вот череп перблюда, это шерстистые носороги, которые обитали у нас до ледникового периода. Это мамонты, да, мы видим. Посетители даже могут услышать звуки дикой природы, к примеру, сакрального животного республики Алтай – Морала. А дети узнают эти звуки? Конечно, узнают, да. Им очень даже интересно. В стенах музея европейского уровня можно провести неделю, но и этого будет недостаточно. К слову, совсем недавно в музее появилась еще одна фишка – погребальный сруб возраста у кокской принцессы. Ничего подобного в мире нет, поэтому наша задача – сохранить. Быстро была собрана группа, создана, и год назад мы его сложили, установили, как раз в ноябре месяце. Из-за пандемии прикоснуться к истории могут пока немногие, но сотрудники музея верят, что темные времена закончатся, и в музей вновь хлынет нескончаемый поток людей. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.